Сейчас хотели бы дать слово Терентьеву Ферьеру Алексеевичу, это ОВА с областной спинки Феевича. Он детально расскажет по поводу той работы, которая была проведена на служении по украинских стеклянам. Доброго дня, дорогие друзья и коллеги. Хочу передать приветствование вам в джунерах Киевщины и также приветствование от нашей группы по работе с украинской стекловой бджулою. Я занимаюсь в джуане из детства, уже 40 лет в джуане, маткастом. Начал заниматься еще в прошлом тысячелетии, в 1985 году. И мне понравилась эта работа, я больше люблю водить маток, чем отрабатывать мебель или какую-то работу. Мне все очень понравилось. Когда у нас образовалась спелка, когда ее участвовал Верик, и было обменято такое вопрос, как наши мебельцы в джуане. И была запланована конференция, которая еще была у Верик Головной спелки, чтобы собрали подібный такой заказ, как вы, собрали все из всей Украины, и мы поговорили, какие у нас проблемы, какие мы учли, что нам дальше делать. Мы увидели ситуацию, которая у нас есть, и дальше решили. Вы знаете, что это как раз 15-й год, война, мы не знали, что делать. Потом был съезд, стал Стартович Головной спелки. И так оно немного затихло. Но для меня это было очень интересно. Я начал Верик говорить с Стартовичем. И стало так, что мы начали организовать эту встречу. Я со своей стороны, а Петро Константинович Гляченко, заместник Стартовича, со своей стороны. И мы организовали эту встречу, Иван Михайлович говорил, это было на кафедре «Конярско» и «Джинник Стартович», где приехали матки, наши и науковцы. И мы имели такую четвертую беседу. Хочу сказать о подготовке, с чем я отношусь, когда мы готовили эту встречу. Когда я телефоновал нашим коллегам, матководам, кто занимается украинской системой, кто находил по интернету, кто такой у нас более активный. И знаете, когда ты говоришь с этими людьми, то они говорят, что у нас все в порядке с 14 лет. Нам ничего не нужно. У нас все хорошо, у нас все в порядке, у вас все в порядке, не трогай нас. Но еще есть те активные люди, которые занимаются импортными породами. Я скажу, что в подготовке этого собрания и в дальнейшей селекционной работе украинской степовой, а большинство людей, которые занимаются импортными породами. И вот эти люди как раз и помогли в организации этого собрания. И помогали мне в консультациях, Игорь Ніславович, Артем Мастерчук и другие. И когда мы собрались, осталась такая проблема, задавали покинному полщику Віктору Петровичу, а где ваший хмельницкий тип? Дайте нам маток. Мы хотим иметь маток. Какие подтверждения, так как мы за кордоном отримываем матки, там есть паспорт, там есть трудословно матки. Дайте нам таких маток. Мы хотим иметь такой пламенный материал. Он сказал, что мне нет. У нас такого материала нет. Хотя хмельницкий тип зарегистрированный, я не говорю, что его вообще нет, он есть где-то, но так, чтобы взять таких маток, то нет. И вообще, у нас еще нет в Украине полного понимания, что такое пламенный материал, и что такое чистопородный материал, и что такое чистопородная матка, и что такое пламенная матка. Чистопородная матка – это та, которая отвечает породи, и которой знаменитые, и знаменитые, вернее, нам, отец и мать. Это те матки чистопородные, которые имеют свою родословную. А пламенная матка – это та матка, я не знаю, потом меня Владиславович может поправить, если я не так скажу. Пламенная матка – это, во-первых, она чистопородная, но это уже матка, с которой проведены досвиды випробования, которая, как Иван Михайлович сказал, и матки, которые уже двухречные. То есть матки, которые из чистопородных выбраны на плену. Проверенная по плену. Да, проверенная по плену. Я вам скажу, что до этого времени, до этого года в Украине таких маток не было. Сейчас уже появились старшие матки, чистопородные племени, а маток у нас нет. Я вам скажу, когда вы читаете объявление в журнале, что продаются племенные матки, это не правда, это не правда. Я хочу трошки историю, такую, как Иван Михайлович сказал, как объединение матководьев, створилось так же, и группа по Украинской спецы. Когда мы на этом семинарном районе группировали, то возникло такое вопрос, что нам дальше делать в нашей Украинской спецы. Ну, мне Бог, на таком видении, что нужно объединять науку, объединять матководьев и бизнес. Потому что до этого времени мы таки были разъединены. Можно получить селекционный материал, но, как Иван Михайлович сказал, как и немцы сказали, его тяжело втримать. Можно получить племенный материал, но его тяжело втримать. Для этого должны быть пасеки-репродуктори. То есть наука, которая занимается селекцией, пасеки-репродуктори, когда этот племенный материал нарушаетесь. Но, конечно, без денег нам тяжело это сделать. И после этого, когда мы определились, что делать и как, после этого мы начали сгуртоваться. Я дякую Нагорнякову Віталю Ивановичу, хотя там разно говорить про его и про меня, но я дякую, что он очень поддерживал. Я хотел, что он платирует Украинское стеклое другое. Его на пасеки дейсно только украинское от Ягушина великая пасека. И потом мы договорились, про то, что мы встретимся в Гадящий. С нашей стороны поехали на Вернюк Віталю Иванович, я, Мастерчук, Артем. И мы мали встречу в Гадящий. Потом поехали до Ягушина на пасеку. И так мы познакомились с теми, кто занимается в Полтавской области, в Сумской области, селекцией Украинской стеклое. И договорились, что мы надалее будем спольно эту работу делать. Велилась она в то, что у нас начались проводиться такие постельные встречи. Я вам скажу, что на этих встречах оно не так просто все делается, потому что когда собираются в одно место люди, которые занимаются такими патриотами, вы знаете, Чихунова, Борис Иванович, еще и патриот, кто на дочку читал его пости, кто знаменит с ним, он вообще не хочет чтобы не пропасть в парнях. И тут приезжает Артем Мастерчук, которого несколько лет и как таким людям быть разом и что-то спорное. Но я плати Богу, я скажу, что я велищая человек, и когда начинал эту работу, я просил благословения, и Господь нас благословляет, что даёт нам мир, что они таки разные, но мы можем быть разными. До речи, через верующих людей Бог много сделал, и в селекции людей, кто же брат и не теж верующая человек, как и другие известные люди в селекции, которые тоже веруют в Бога, и Бог благословляет нашу работу. И когда мы таки разные, наша группа хочет еще рассказать, как она побудована. Мы собираемся, вот Иван уже нас был, мы запрошили, там есть интернет, и нас проходят. У нас это спілкувание, оно проходить в таком простом атмосфере, немало там какого-то доповедача, немало там подлеглей, каждый мае право голосу, и каждый мае донести свою думку. Чи мы сгодимся с ней, или не сгодимся, но каждый мае возможность висловить свою думку, и в этих пропозициях, в этих обговорениях високируется это рациональное зерно, которое нам позволяет в дальнейшем работать. нет никто никого рота не затихает, у нас это все открыто делается, у нас стоит кава, чай, можно через спілкувания выпить, чай, и такие спілкувания проходят. И уже потом, когда произошло межрасовое примирение, я его назвал, когда объединялись макарей, которые принимают разные породы, мы уже вошли на конкретную справу, кто будет заниматься, организационные вопросы, кто за научную работу, кто за другие вопросы, и уже на начале этого года мы нашли место, где мы будем проводить спарование макарей, изоляционный пункт, который находится на Кременчурском водосхолище, и мы договорились, что мы привозим туда, какие родители этой семьи, какие макарей. Мы завозили непридных макарей от переведенных семей, делали анализ, как співгенетический анализ макарей, а так вообще морфологически. И мы организовались, мы это трудно делать, потому что когда мы туда я пробежаюсь, надо это что-то 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 подали. Продолжение следует... И когда мы эти организационные питания обладали, и когда на остров хвили, вы знаете, эти хвили, такие, там, потужные, там, вообще, ну, хоть вивстань невелика, такая, там, полтора километра, с одной стороны, получается, от берега, но там дают такие постели, дуют постельные витри, что, ну, джолам нереально перелетить в этот вивстань. Постойно есть витер, в любую погоду, тихо, не тихо, витер меньше и меньше, но он заплетает, и изоляция, мы считаем, что там непогано. И первый раз, когда мы приплыли, мы подготовили место, выбрали, где, как бы, оно, где мы будем размещать в Батьковской семье, где Нопливы будут стоять. Островы были очень большие, такие, потужные, место хорошее, даже есть незначная кормовая плата. Мы, когда Нопливы привозили, то старались с кормом, чтобы было достаточно, но когда забрали, то увидели, что корм на месте, а некоторые еще добавили. Вот. И сделали разведку, и потом мы привезли туда Батьковской семье, привезли Нопливы. Какая наша была мета? Это, по-перше, самый процесс, увидеть, как он будет происходить. Как бы, с науковой стороны, мы в этом году такого прогресса не достигли. Но сам процесс, что это, в нас его можно делать, как его можно делать? Чи будут там какие-то споровываться? Какая корма будет споровываться? Это основная наша была мета такая. Не какой-то такой науковый прорыв, а именно в этом практике. Как вообще все будет происходить? И когда мы привезли туда матки, Батьковской семьи и матки, и через 12 дней мы приехали и начали посмотреть, то, знаете, у нас было такое удивление. Потому что у Ярослава, например, нашей группы, из 20-15 маток. И, ну, вы видели по таблицам, досить таки, великий процент заплевнений. Вот. И это нас удивило, то, что, что, навык у нас на стационарах, на домашней классе, как меньше процентов влетов, процентов влетов, ни что на острове, был на острове. И это, как мы видели, что это можно делать, мы увидели, что его можно делать. Мы увидели, что хороший процент заплевнений, во всяком случае, в этом году, это мы тоже увидели. Вот это была наша основная мета. Мы получили маток, я даже от этих маток уже выводил и продавал, но я продавал его не как пламенный материал, а маток неконтролированного спаривания, людям объяснял. Но мне интересно было, чтобы люди какую-то цинку взагал дали, чтобы они увидели, что это за бджоли, какие они, и чтобы мы, ну, были уявы, что мы разводили. Не то, чтобы это было только наша думка, а чтобы это взагалі оценили Пасечник. Взагалі мы в дальнейшем плануем, когда будем получать материал, чтобы мы, насколько возможно, его шире разповсюдить, чтобы как больше людей его получили и дали его оценивку в своих зонах. Далее будут, конечно, марки продаваться и те сави, которые на острове запретились, но на данный момент эти марки у нас используются для группы аналогов. То есть мы уже створили группы аналогов и будем их на следующий год делать его оценивку. Это тоже непросто вопрос, потому что каждый может сам как-то оценивать. И, на мою думку, это будут хорошие джолы, но если они до кого-то попадут, або в другую систему будут делать, то это будут совсем другие джолы. Для этого у нас сейчас будет вироблено единственный стандарт оценки джолосемей. И в дальнейшем мы будем брать маток и в слепу осилать иншим для тестирования. То есть не я буду оценивку моим маркам а человек даже не будет знать, что это моя марка и она будет делать тестирование этих марок. Тогда мы можем достигнуть каких-то результатов. И, конечно, в разных регионах, областях могут быть разные результаты, и это нужно нам тоже будет враховывать. И для этого у нас в дальнейшем планах, так как сейчас мы собралися, для того, чтобы почувствовать эту информацию, для того, чтобы организовать себя, в разных областях или в разных областях будут объединены и будет проводиться селекция именно в этих областях, именно в этих условиях и в этих бджол, которые подходят для этой местности. Я скажу, что те бджоли, которые мы работаем в стране, они достаточно разнообразные. И так как и нам, бывающие на международных конференциях и, общаясь с охранными науковцами или бджинистами, они нам радят, чтобы мы занимались местными бджолами. И они говорят, что отщупайте свои местные бджолы, у вас есть самоперспектива. Так и у нас, в одних бджолах не должны быть все одинаковыми. В одних областях будут такие бджолы, другие такие, но они будут объединены в наши местные бджолы. Может быть, даже этот термин, украинская степа, может быть, его нужно заменить на местные бджолы. Потому что, ну, не спустя в Украине. И разводы, ну, это так, как бы, мы будем в дальнейшем думать, что не я, в целом, может быть, если так будет поговорить, то оно что-то и поменяется. Как это будет работать, как это будет развиваться. Сейчас утверждаются промисловые пасики, и я два раза был уже, знаете, на Полтавщине Семененко, КСП Дружба, крупное господарство, и два раза я там был на нараде, от нашей группы, для того, чтобы на их сплошном масиве утворить, ну, как раз наши местные бджолы, чтобы разводить. Потому что сейчас туда заводится и Карпанка, и другие, и просто неведомые бджолы, но есть такой масив, и это очень помогло нам в работе с нашими местными бджолами. Ну, на сегодняшний день какой-то конкретный мы еще не достигли. Есть другой направл, есть Виталий Иванович Нагорнюк, в районе двух тысяч его семей, и я до него вошел с такой пропозицией, чтобы на основе его пасеки тоже створить селекционную пасеку, селекционный отдел по работе с Украинской степловой. Цей работой будет заниматься мой сын Виталий и я. Он попросился вкладывать на бумагу, как это все произойдет на бумаге, как это все будет на бумаге, как это все произойдет финансово и науково и в очки двору. Это как бы мы все подготовили, мы сформировались, а на сегодняшний день уже идет закупка обладания для создания инструментов. Уже микроскопы есть, уже компьютеры закупили, еще установка селекционного и другие обладания, все это закупается, У него есть также и островные марки, и его и Егошинские. Сейчас я приеду, если кого-то позволит, мы уже с сыном начнем выбирать проб, и пока взяло их не поставили, и будем смотреть, что там, что за бджоли, и уже на основе этих анализов попередних будут выбраны проб и в Чернёвецком университете, чтобы дальше там оцинку сделали, и потом мы будем работать с этими бджолами. Но я еще хочу сказать, что у нас, как бы, очень много внимания уделяется археологическим признакам, но, возможно, нам придется немного сдвинуть параметры украинской стекловой. Я скажу, чому? Те бджоли, про которые было написано в 20-х годах, прошло десятилетие, это уже не те бджоли, которые мы сегодня получаем на наших пасхах. Это до сих пор других материалов. Уже нет таких бджол, потому что селекционный выбор и будет постоянно, и бджоли меняются. Нема в Германии этих бджол, которые были раньше, нема в других странах, которые были раньше. Мы сейчас разводим в других бджолах, и, возможно, нужно больше поделить внимание самым господарским якостям, и самым бджолам, которые нужны на промисловых пасхах и вообще. Знаю, у нас сейчас, в интернете, там такая куча про регистрацию пасхах, но, смотрите, сегодня мы получаем много бджол на присадебных бджолах, в месте получаем и все. Если будут прецеденты, что выграют суды у пасхахов, про моральные сбитки от жаленых бджол, это будет большая беда для украинских бджол. И про эту регистрацию тогда вообще не нужно говорить, потому что массово будет сбываться бджол. Для того, чтобы этого не было, нам действительно нужно такие бджоли, которые можно было бы поддерживать на агрессивных билянках. Кажут, что украинская степла очень слабая, и я могу поскорить немного над этим вопросом, но, действительно, за миролюбивость нужно воювать нам, чтобы наши бджоли действительно были миролюбивыми. И это одна из признаков, над которыми нужно работать, как для меня, особо для меня. Идра – это рейлийность. Это снижение медопродуктов, вихід товарной продукции, забирает очень много времени. И когда выходят рейли, которые дают на тебя, поднимаешься и ты дивишься. И жалко, значит, ты полизаешь, ты руки, ноги поломаешь, ну вот тебе тренинг. Знаете, это таки, как для меня, это две такие знаки, над которыми мы должны работать. И еще одно, если мы будем заниматься, действительно, селекцией наших мистерских джил, что мне понравится БАПОСТа в кармане. Я, когда я начался с Примиславичем спілкуваться, я говорю, а что вы БАПО отработали? Я мне, как-то, уже такая... От БАПОСТа, когда выводишь марки, он дает там 8 рекордсменов, 2 хороших, так? И я спитал у Юрия Володимировича суботи, он был проведенным селекционером украинского топового. Я говорю, а что наши дают? А он говорит, 3, 3, 3, 3 рекордсменов, 3 хороших, а 4 марки можно на граду рекордсменов. Это, на сегодняшний день, оно так и есть. И когда мы держим жил, мы можем заметить, что у нас происходит на БАСИНСКОМ. Есть сельские, которые украинские, наши, или мысцевые, они 120-150 кг, потому что я знаю, что на Кривоградщине есть в местах на стационаре, они вкачают 2-3 миллиона с улицы. Мысцевые жили, без бахваста, без кармана. Это есть такие места. А другая сельская, она уже классика, который выражает. Вот как раз нашим местам джолам не хватает стабильности, через то, что они не являются чистопородными джолами. И для этого нам нужно чистопородные джолы. Нам нужно с ними работать. Это так, как оно створилось и что есть на сегодняшний день. Я хотел бы вернуться к тем, кто приехал. Объединяйтесь, если вам не интересны местные джолы. Да, будь-яка джола, я скажу, что племейный бахваст, шикарник, а действительно про те марки, которые говорил наш глава объединения, Иван Михайлович, они меньше в ритах сделают, чем те марки. Мне довелося в прошлом году купить пакеты на Вильниччині. Ну, вы знаете, там такие джолы, что их подойти не можно. Ну, в таком разе, там не было. И так, дальше происходят такие джолы. И, в крайней мере, передавайте марки, заменить нормальный материал. И тот материал больше шкоди сделает нашим украинским джолам, чем те марки, как говорит Иван Михайлович, которые завезли из Германии. Так что не все нужно буквально так стримать, а нужно немного подумать и быть объективным у некоторых вопросов. Иван Михайлович, когда выставляют на выбор бакбаст, карнику и месторию Джолы, скажем, украинскую степову, я говорю, ну, это обман. Вы выставляете маток селекційный, с которыми проведена программа, с бакбастом уже больше в районе 100 лет с карникою, 130 лет ведется селекційная работа. И наши, так скажем, дворняги, как это вообще можно поревновать? Если поревновать, то нужно действительно селекционных маток поревновать маток, над которыми проведена работа. Треба проверить, а тогда, про что говорить? Я скажу, что наши местори-джолы, они не должны дать хуже результаты, чем в иншем. В этом году в Семеннике, на Полтавщине, там были разные джолы, я вам скажу, что все носили местор. Как хорошая погода, и как добрый медосбор, я, что воносить, позаливали так, чтобы люди не спевали качать местор. И карника, и бакбаст, и украинский, и помиссий, и карпатский, все носили местор. И все позаливали, и не спевали местор. Так что у нас много работ, и я призываю, объединяйтесь. Тих, кто занимается импортными породами, я знаю, что это люди более прогрессивные, потому что они интересуются, они знают, какие методи селекции проводятся. А те, кто занимается месторами-джолами, и им подобаются эти джолы, случайно нужно заниматься, случайно им нужно разводить. Но объединяйтесь с ними, не отчетовхуйте, не разъединяйтесь. Так, как и в Украине, мы разные люди, и украинцы, и россияне, и командоване, и немцы, и всякие люди в нас живут, и болгари, но мы являемся народом Украины. Так и джолы, они разных пород, но они с джолой остаются. И мы, джолеры, если занимаемся джолами, то первое у нас должны быть джолы. А какие они уже там? Если мы хотим что-то изменить, нужно объединяться и делать радость. Я скажу, если будет какая-то одна людина, что-то делать, думать, там ничего не будет. Если бы мы не собрались, наши группы по-украинской степени, и у нас не было этого коллектива, я скажу, не было бы никакой облотности, не было бы никакой работы. Потому что один кто-то это потянуть физически и финансово просто не может. Треба, чтобы были спорники. Я еще скажу, когда мы собираемся на нашу группу, я наводил такой пример, как шарики из подлото, цих барабанов, крутят, и они шелкают один одного. Так и мы, когда собираемся в группу, один там что-то затормозил, или по семейному, или по финансовому, тут уже другий его подштовхует, мы не можем просто зупиниться. Мы уже все в руси, мы уже рухаемся, рухаемся. Если кто-то затормозил, то его другой петяне. Если кому-то тяжело, мы стараемся помогать другому. Так же, как и в объединении мальководов. У нас есть там несколько, и одна молодая женщина, члена нашей группы, мы постановили, что до 31 сентября членов Кимнерства собирают, она говорит, ну я не могу, не получается меня. Так я говорю, хіба это с вами проблема? Хіба мне не люди, или что? Почекайте, это нормально. То есть в группе должны быть такие, как люди, такие стосунки, желания, допомоги, идиотенозома. Тогда все будет получать. Я дякую, что вы меня выскукали, возможно, я немножко так спонтанно это все рассказал. Может, какие-то данные? А сколько его поставил участвовали в аттестовании или нет пасеки? Аттестованих? Аттестованих, это его, что он был, в основном, это его пасеки, аттестована. Идших я не могу зараз рассказывать. Скажите, еще вопроса нет. Вы работали с Гавактив, да? С этой самой? Регавактив. Скажите, пожалуйста, это самое. У нее материал есть? Да, не есть. Не есть материал. Сейчас, по маткам, что я скажу, его шерк, его уже на серпе месяц, я не знаю, навіть, стався на гору. Вже его наберет, все замовлено. Он может и на 19. Не есть. Я могу... Не есть. На 18. Другие будут размещать, другие будут размещать свои заявки, в том числе и я, не знаю, может, до конца года, а может, десь в начале года. Будут інши размещать заявки, и вы можете побачить и кто. Взагалі, что у нас еще плануется, мы створили такий информационный відеоканал, Джиллярский висник называется. Это мы с сыном его створили, но он будет представлять интересы Центральной спилки пасечников, и там будут разные поделки, которые происходят в районных спилках, областных спилках, и также будет оцей материал по работе с Украинской спилковой. Те, что будет на острове, то, что будет на острове. Потом мы планируем, чтобы сделать такие відео экскурс по пасекам тех, кто входят в нашу группу. Такие дружные визиты, чтобы их сделать такие відео короткие, чтобы люди увидели, что действительно занимается. Потому что я знаю, что у нас в группе мы можем доверять один одному. Я знаю, где-то, что они реально матководи виводят маток и занимаются этой работой. Но будут расшириваться наши группы, будут проходить новые матководи, которых мы не знаем. И, на жанру, среди пасечников есть и шахраин. Ну, не среди пасечников, а тех, кто считает себя пасечниками, среди нашей спільноты. И, вы знаете, если люди говорят, что она продает тысячу маток, когда мы приедем и увидим на ней станут и это не будет правдой. Мы хотим, чтобы люди увидели у тех, кого они купуют матки, чтобы они увидели их возможности, увидели самую людину, чем она занимается. Чтобы такая информация была правдива, если в интернете было бакбас, 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 то сейчас идет такая филия украинской степовой. Все говорят, что она взяла, как она делается. Сейчас нашими матками интересуются и за кордоном, и в Европе, и в Росее, и в Казахстане. Так что есть большая перспектива. Действительно, у нас добрые взяли в Украине, но с ними нужно работать. Спасибо. За меня. Спасибо. Спасибо. Спасибо.